Всем привет! Вы на канале Пикси Ленджер. В этом видео я нарисую по клеточкам персонажа игры Бравл Старс, я нарисую розовую пайпер. И для рисунка берем черный фломастер для контура, голубой, розовый, красный, желтый, оранжевый и светло-бежевый фломастер, чтобы раскрасить лицо пайпер. Если у вас нет фломастера, которым можно раскрасить лицо, кожу, берите карандаш, светло-коричневый или светло-оранжевый или розовый. Сначала берем черный фломастер или маркер, нарисуем контур рисунка, начнем рисовать сначала с головы, от верхнего левого угла рисунка. Вот эта клеточка у меня будет верхний левый угол рисунка, отсчитываем не касаясь бумаги 6 клеточек вправо по горизонтали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, на шестой останавливаемся и закрашиваем 7 клеточек по горизонтали вправо, это верхний край рисунка. Идем по диагонали вниз влево, одну клеточку закрашиваем. Еще идем по диагонали вниз влево, две клеточки закрашиваем по вертикали. Еще идем по диагонали вниз влево, закрашиваем 6 клеточек вниз. От нижней клеточки идем влево, закрашиваем две клеточки по вертикали вниз. Поворачиваем вправо по диагонали вниз, закрашиваем одну клеточку. Еще идем по диагонали вниз вправо, три клеточки по горизонтали вправо закрашиваем. Еще идем по диагонали вниз вправо, закрашиваем 5 клеточек по горизонтали вправо. Идем наверх по диагонали вправо, закрашиваем три клеточки по горизонтали. Одну клеточку по диагонали вверх-вправо, еще идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем две клеточки вверх, от верхней клеточки идем влево на том же уровне и вверх закрашиваем шесть клеточек. Идем по диагонали вверх-влево, две клеточки вверх закрашиваем и одну клеточку по диагонали вверх-влево. Теперь у этих трех клеточек находим серединку, идем вверх и закрашиваем пять клеточек вверх. Поворачиваем вправо, здесь одну клеточку закрашиваем, теперь два раза по одной клеточке по диагонали вверх-вправо, еще идем по диагонали вверх-вправо, три клеточки вверх закрашиваем. Теперь у этих трех клеточек находим серединку, идем вверх, закрашиваем пять клеточек вверх, одну клеточку влево здесь, два раза по одной клеточке по диагонали вверх-влево закрашиваем. От этого угла, от этой клетки идем на одну клеточку вверх, поворачиваем вправо, закрашиваем одну клеточку здесь, от этой клеточки идем наверх на одну клетку и влево закрашиваем одну клеточку. Теперь от этой одной клеточки перепрыгиваем вниз одну клетку, идем вниз, закрашиваем 2 клеточки по вертикали, рисуем глаза. И от этой одной клеточки одну клеточку вниз перепрыгиваем и две клеточки вниз по вертикали закрашиваем. Теперь берем красный фломастер. У этих 5 клеточек находим серединку и перепрыгиваем вверх одну клеточку. И вот здесь одну клеточку закрашиваем красным. Теперь берем розовый фломастер, закрасим вот здесь две клеточки розовым. Теперь берем желтый фломастер, закрасим вот здесь две клеточки желтым и вот здесь две клеточки желтым. И теперь желтым фломастером закрашиваем вот эти все волосы, прическу папер. А теперь я беру светло-бежевый фломастер. Если у вас такого нет, берите карандаш или светло-коричневый, или светло-оранжевый и закрасим лицо пайпер. Оставляем вот здесь две клеточки возле глаза белые. И вот здесь две клеточки оставляем белые. Все остальные клетки лица пайпер закрашиваем светло-коричневым фломастером. И вот такой портрет пайпер уже получился. Кто хочет оставить рисунок маленьким и простым, пожалуйста. Вот уже готовый рисунок. Я продолжу рисовать ее туловище. Снова берем черный фломастер. И от вот этой клеточки идем по диагонали вниз-влево. И теперь влево закрашиваем три клеточки по горизонтали. От этой клетки идем по диагонали вниз-влево. Две клеточки закрашиваем по вертикали. Поворачиваем вправо одну клеточку по диагонали, закрашиваем. От этой одной клеточки идем по диагонали вниз вправо, закрашиваем 7 клеточек по горизонтали вправо. От этой одной клеточки идем на одну клетку вправо и вниз, закрашиваем 2 клеточки вниз по вертикали. Идем по диагонали вниз влево, закрашиваем 2 клеточки по горизонтали. одну клеточку по диагонали вниз влево закрашиваем еще идем по диагонали вниз влево закрашиваем две клеточки вниз и еще идем по диагонали вниз влево и закрашиваем вниз 7 клеточек теперь от вот этой клеточки идем по диагонали вниз вправо и закрашиваем три клеточки вправо по горизонтали теперь 5 клеточек вниз закрашиваем идем по диагонали вниз влево закрашиваем две клеточки по горизонтали и вот здесь одну клеточку закрашиваем теперь от вот этого угла идем по диагонали вверх вправо две клеточки закрашиваем по горизонтали вправо от этой клеточки идем по диагонали вниз влево одну клеточку закрашиваем и еще идем по диагонали вниз влево три клеточки по горизонтали влево закрашиваем теперь от вот этой клеточки идем вниз и вправо закрашиваем две клеточки по горизонтали. Теперь одну клеточку по диагонали вниз вправо закрашиваем. Еще идем по диагонали вниз вправо две клеточки по вертикали закрашиваем. Теперь идем по диагонали вниз вправо и закрашиваем вниз 7 клеточек а теперь вот эту и эту клеточки соединяем длинная полоска по горизонтали закрашиваем здесь много клеточек и их не считаем это нижний край рисунка теперь от вот этого угла от этой клетки идем по диагонали вверх вправо закрашиваем два раза по одной клеточке от вот этой одной клеточки перепрыгиваем две клетки вниз раз два на 3 останавливаемся закрашиваем одну клеточку от этой одной клетки идем по диагонали вверх вправо еще одну клеточку закрашиваем теперь от этой клеточки идем по диагонали вверх вправо закрашиваем три клеточки по горизонтали вправо. И вот здесь одну клеточку закрашиваем вверх. Теперь от вот этой клетки закрашиваем три раза по одной клеточке по диагонали вверх вправо. От этой одной клеточки идем по диагонали вверх вправо закрашиваем вверх 4 клеточки. Поворачиваем влево здесь одну клеточку закрашиваем. От этого угла идем по диагонали вверх вправо закрашиваем две клеточки вверх. От этой клетки поворачиваем влево по диагонали вверх закрашиваем две клеточки по горизонтали. теперь вот здесь две клеточки по вертикали закрашиваем от этой клетки закрашиваем три клеточки влево по горизонтали и от вот этой клеточки идем по диагонали вниз влево закрашиваем два раза по одной клеточке и черный фломастер больше не нужен теперь будем пайпер раскрашивать сначала берем оранжевый фломастер закрасим вот эти клеточки и вот эти четыре клеточки закрашиваем оранжевым теперь берем голубой фломастер и вот эти пять клеточек нужно закрасить голубым теперь берем светло-бежевый фломастер или светло-коричневый и от вот этой клетки, ведем контур вниз, закрашиваем вот эти клеточки и вот эти. А теперь берем розовый фломастер, закрасим вот здесь две клеточки розовым. Вот здесь одну клеточку сразу закрасим розовым. И теперь ведем контур от этого угла вправо клетка, вниз клетка. Вот здесь обведем одну клеточку, она останется белая. Теперь здесь обведем четыре клеточки, они тоже останутся белые. От этого угла ведем контур вправо клетка, вверх клетка, вправо две клетки, вниз одна клетка, влево клетка, вниз клетка и влево две клеточки. И здесь внизу проведем контур, вот здесь останется полосочка высотой одна клетка, а все остальные клеточки закрашиваем розовым. И вот такой простой рисунок по клеточкам Piper из Бравл Старс у меня получился. Рисунок несложный, помещается на страничку в обычную тетрадку. Кому понравился рисунок, моя идея, не забывайте ставить лайк под видео, подписывайтесь на мой канал. Всем пока и до новых встреч на моем канале PIXELENGER.